Сегодня у нас 12 апреля, День космонавтики, поэтому позвольте поздравить вас с этим праздником. Я думаю, что он идет в русле идеи нашего семинара, поскольку он все-таки первый шаг, но он пока еще первый, не очень большой, но все-таки первый шаг на пути преодоления космической изоляции навстречу человеческих дальних миров. Ну а тема сегодняшнего доклада, он знает ее желая этика древнерусской религиозной философской традиции о природе мысли. Докладчик у нас Ирина Алексеевна Герасимова, доктор философских наук, главный научный сотрудник Института философии. Доклад этот у нас несколько раз переносился, но вот наконец, в День космонавтики, значит, мы имеем возможность послушать. Значит, регламент у нас такой. Музей закрывается в половине девятого. Ну, нам, значит, за 15 минут надо будет закончить и закрыть, чтобы все убрать. То есть, в год 20-15 мы закончим, иначе у нас распоряжение 2 часа. Так что, Елена Алексеевна, пожалуйста, вам слово. Спасибо, дорогие друзья, что пришли. Рада вас приветствовать и с праздником Дню космонавтики. А у нас сегодня речь с вами пойдет о древнерусском космизме. Учения живой этики обычно сопоставляют, находят корни, связанные с буддизмом, ведантизмом. Есть прекрасные работы связи с философией Рерихов, с серебряными философами серебряного века. Ну, вот, поскольку ранее не было литературы по древнерусским источникам, только в последнее время издается серия памятники древнерусской мысли, собственно говоря, мы жили в неведении и знали, что есть вообще-то древнерусский космизм, а наша философия серебряного века, она упоренена в нашей с вами истории. Вот я занимаюсь философией профессиональной, если бы еще лет пять или шесть или семь, пока я не занималась этой тематикой, меня спросили, а когда же начинается философия? Русский философский язык, вот когда он вырабатывается? Иван скажет, что? Нет, он знает. Ну, на ум, конечно, приходит Ломоносов, первый наш методолог, но вот сейчас я скажу, нет, не так. Весь вопрос в том, что с принятием христианства на Русь клынула литература, византийских богозлов, апокрифы, и надо было ее переводить. И вот современному русскому языку, философскому, отвлеченному, мы обязаны безымянным древнерусским переводчикам. А древнерусский язык, он чувственно предметный и конкретный был. Он сродни живописному символизму Николая Константиновича Рериха. В этом вы сейчас убедитесь. Там главное не сказать, а изобразить. Вот из этого языка постепенно выкристаллизовывали отвлеченные понятия и смыслы. Вот такая история. Так что, ну, тема у нас сегодня довольно сложная. Проблема природы мысли. Философия Рериков, она называется пространственная мысль. Вот мы попытаемся эти смыслы определить, и я думаю, что у нас остается время обратиться к современности, к цифровой эпохе, и поразмыслить, что же с нами сегодня происходит, что происходит с трансформациями человеческого сознания и разума в связи с интернетом. Так, можно следующую. Ну вот, Мадонна и Арифлама, всем как бы известная картина. Ключ к пониманию, что такое пространственная мысль, лежит в этом символе. Три амарантовые сферы в одном круге. Обычно множество интерпретаций можно найти в литературе и в интернете. Одна из самых популярных интерпретаций – это время, прошлое, настоящее, будущее в круге вечности. Теперь смотрите, если мы обратимся к древнегреческой философии, то там время мысль соотносилась с понятием бытия. Временное бытие и вечное бытие. Под вечным бытие понимался иной мир, более высокий, чем наш. Вот там неизменные вечные, а у нас все приходящее. Но в нашем случае эта интерпретация будет иметь место. Но самое главное не в этом. А самое главное толкование здесь – это три мира в одном универсии жизни. В философии Рерихов они называются мир плотный, мир тонкий и мир огненный. Вот теперь многие картины можно только понять, если знаете значение этих символов. Так, немножко сказать. Теперь вот исторически. Если погрузился в глубокую архаику, то там в мифопоэтических представлениях мы тоже найдем представление о трех мирах в едином круге жизни. Мир – это пространство инобытия, откуда приходят предки и куда уходят люди. То есть три мира – нижний, средний и верхний. Средний мир – это мир человека. А нижний мир понимали обычно как мир предков, мир стихийных духов. А верхний мир – это мир богов, устроителей вселенной. Вот это все находим во всех, собственно говоря, языческих. И многие инициации, обряды, ритуалы, гадания проводились в общении с природными духами. Вот эта живая старина языческих времен взаимодействиями с духами стихи представлена во множестве полотен Николая Константиновича. Ну, знаете, заклятие земное, веление неба, заклинатель и многое другое. Ну, как описывалось, с миром иным общались не все, а только люди, знающие. Немножко о древнем русском языке. Различались глаголы «знать» и «познавать». «Знать» означало знание по вдохновению, вот, через сердце, обознавать умом. Но поскольку культура была визуальная, если что-то конкретное уже стало и реализовалось, то тогда знать, познавать не надо, потому что видно. Вот даже первые три плитации уже в христианские времена Бог создает с помощью творец своего слова не роды, а виды. Виды, потому что видно, именно изображение. Как описывается опыт шаманов, душа шамана отлетает, путешествует в нижний мир, потом в верхний мир, и связывает таким образом судьбы людей. Но вот есть источники, в которых мы только душа, скажем, поэтически в те времена, поэты, сказители у нас на Руси, или пророками, путешествует именно мысль, а не душа. Вот, пожалуйста, отрывочек. Слово о полку Игореве, конец XII века. Вот как описывается вдохновение Ильичева Баяна. Представитель старой уходящей традиции сказителей и прорицателей. О Баяна, соловей старого времени, ушедшие времена. Как бы соловей песню эти битвы воспел, скача как соловей по мысленному древу, взлетая умом под облаками, свивая славу по обе стороны сего времени. Мысленное древо и мировое дерево, ось, связующая миры. Взлетая умом под облаками, у облака символ конкретной вещи промежуточного слоя, связывающей мир человека с инобытием. А вот глагол идет, свивая славу, свивать буквально связывая земные судьбы с небесными предначертаниями, ну, глагол из ремесленного труда. Чтобы что-то пояснить, надо было нарисовать и передать через такой зримый образ. Я уже сказала, что отличенные понятия, они только формировались. Ну, можно привести, как бы, и другие примеры. Нам тут не очень это надо. Вот посмотрим. Сначала картащик картинчик. Эта картина представлена на выставке. Называется Чантаманиди. Буддистская традиция Чантамани, конь, силы и счастье. Ну, посмотрите, символизм. Во-первых, он спускается с гор. Понятно, что эта картина не очень реалистическая, она символическая. И вот опять три сферы в одном круге и плечо в таком огненном очертании. Три сферы означают благую весть. Мысли, которые пронизывают все три мира. Отсюда конь, это весть, это вот именно благая весть того, кому она предназначена. Следующая картинка. А вот эту картинку ни за что не понять, если не знать вот эти символы. Мой друг посмотрел. Она называется «Мысли огненные». Вот где тут «Мысли огненные»? Дело в том, что она выходит по интернету. И как мне объяснили, в 1938 году была выставка в Алахабаде и картина выставлялась на выставке, а потом ее перепечатали в журнале. И вот только такой черно-белый вариант. К сожалению, в цвете мы не видел. Теперь смотрите. Внизу, вот, горы. На картине они просто сияющие, ослепительные от солнца. А здесь вот женщина-отшельница сидит. Она сидит как бы не очень естественно, что это за гора такая. Как бы получается обратная перспектива, как в иконах. Она на нас сосредоточена. Глаза была закрыта. Картина 1934 года. Примерно в это время у Николая Константиновича появляется этот символ. Три сферы в одном круге. А вот здесь вот, там, где как и Чантамани, вот как раз эти три сферы огненного окружения. Почему здесь? А мысли вот о нерах. Одну и тайги мысли. Ну, как я понимаю, я расшифровываю эту картину. Это мысли огненные. А посмотрите, вот туча. Миру что-то угрожает. Это абсолютно бескорыстное служение людям. Вот в этом смысле огненной мысли. Не всякая мысль огненная, а только мысль высокого служения. Миру грозит опасность. И благие вести. И помощь сходит сверху. Вот поэтому мысли огненные. Мы еще к этому вернемся. Мысли высокого служения. Ну, дальше. Ну, вот, а теперь переходим к христианским временам. Я уже в лекции когда-то была о таком замечательном памятнике, как Плея Толковы. Плея Древность. Толковы толкования на древность. Она, памятник, представляет собой своеобразную компиляцию произведений византийских благословов и древних иудейских апокрифов. Дело в том, что до того, как еще была переведена полностью Библия, ходил по рукам вот этот источник. По сути, это толкование на Ветхий Завет, Шестоднев, Ветхозаветную историю. А по содержанию это энциклопедический труд, где своеобразно отражено средневековое знание. И там есть несколько разделов, в том числе такой раздел, как душа, ума, ум и сердце. И вот буквально то, что я вам прочитала обаянии, когда мысль отлетает, путешествует по мирам, только уже в этой традиции посмотрите, как расставлены акценты. Итак, душа никуда не летит, душа вместе с телом остается. Она наблюдает за телом, своим жилищем. Сердце и мозг, в свою очередь, наблюдают за душой. И в общей сокровищнице они рождают разумную мысль и отпускают ее от себя, как слугу и подчиненного невидимые и непроходимые места, которые невидимы телесными очами, но становятся видимыми, износимы мыслью. Ну а дальше мысль путешествует. Она обходит адские укрылища, где содержатся нечистые души, нечистые души, нечистивых до дня страшного суда и до принятия тех свирепых хуб, которые ожидают плоть наших тел. То есть мир нижний, да, мир бредков, которые вот так вот попают туда. Поведав все это, она возвращается в сосуд своего тела, где душа, сердце и мозг обсуждают ее листья. Потом они посылают мысли ввысь, в небеса. Она по воздуху, как по ступеням, проходит воздушную стихию, поднимается над планетами, минует светило, помещает себя в небесные дверди, предстает в небесах, лихуя с ангелами, и чая явит себя Богу, и снова быстро возвращается к душе, к сердцу и мозгу. Смотрим, ну что здесь похоже? Мысль сама, самостоятельная сущность, она пространственна. Она, мы ее порождаем, вне зависимости от этого она отлетает, и вот в какие-то обители попадает, возвращается к нам, вступает с нами разговор, идет диалог. И так проходит постоянно. Вот это для нас пока вот такой вот важный вывод. Но при этом космосустройство уже другое. А вот теперь следующую картинку. Вот это Богоматерь всех скорбящих радость, фрагмент. Время было борьбы с язычеством и с злоупотреблениями магии. И вот этот мир предков, ему просто не дали сопоставительного существования. В ортодоксальной христианской картине мира существует только мир земной, дольний, и мир горний, мир небесный, ангельский. А все остальное, чтобы вы не помыслили, знаете, как он, промежуточный. Вот нет самостоятельного существования. Но это самостоятельное существование есть оценочное. По существу этот ряд осталось. Потому что ад, зло, мы середина, где добро, сану, боится, и вот этот высший мир. Что касается Древней Руси, здесь просто удивительно то, что стены храмов расписывали, иконы писались по апокрифам, которых сохранилось превеликое множество. Вот сейчас посмотрите, какие сюжеты. Вот эта картинка, она как раз и рисует вот такую стандартную модель космоустройства. Когда есть Земля, вот здесь вот небо воздушное, в небо воздушное в виде ангелы, которые отвечают и помогают стихиями. Снег, дождь, линии, пылье тоже этих. Почему-то модные там очень много, они все перечисляются. А дальше планеты пошли. Вот, кажется, Солнце, вот семь планет, и вот ангелы летают. Они тоже помогают в управлении планетами. Следующее, вот смотрите, а это неподвижная сфера звезд. И вот там животные нарисованы. Животные это знак зодиалка. Далее, вот Тверь, а тут просто не видно, ну, так вот. Это святые и ангелы, где небо небес, где Господь являет свою славу. Итак, небо воздушное, небо звездное и небо небес. нас будет интересовать высший мир. Вот этот материал, возможно, мы видим впервые, он предоставлен искусствоведам Евгении Орловой. она молодая девушка, сейчас она уехала во Владивосток, работает в Приморском Белевическом музее, и в ее задачи входит описывать иконы, которых очень много. Но вы сами понимаете, Владивосток, место, куда бежали старообрядцы. И вот сейчас мы с вами посмотрим три старообрядческие иконы. А наш интерес как раз идея мира высшего, светов, ангелов. Вот этот мир. Итак, вот это у нас с вами как вы уже узнали необолимая купина икона Божьей Матери. Она происходит из Павлужья. Ну, где-то конец 18 века. В центре изображена Богоматерь с младенцем и вот эта восьмоконечная звезда, состоящая из двух ромбов. Ну, у нас здесь интересно то, что вот здесь вот вот так вот в красном ромбе изображены евангелисты. Причем их сочетание именно такое, как здесь указывают, что это старообрядческая традиция, потом поменяли. Там помните лев, орел, ангел и телец. Вот это вот ангелы, которые на службе, вот ангелы, которые на службе. Икона почитания ангелов. но тут еще интересно вот, это семейные иконы. Вот наверху ангел-хранитель, видите? А вот здесь вот святые по именам очевидно давались членам семьи. И вот еще вот это сюжет на ветхозаветную историю, вот нам что интереснее, вот этот сюжет, это лестница Иакова. Если помните, Иаков в пустыне лег под камень, и ему было видение. Лестница ангелов, и сам Господь общается с человеком через ангелов. Вот этот образ, который говорит, что есть ангельская иерархия из ветхого завета, и он запечатленен на этой старообрядческой иконе. Следующий. Ну, а это все уже узнали, это Архангел Михаил. Он изображен в виде крылатого огненного всадника с венцом на голове, сверхающий до спихи, и через левое плечо перекинут развивающийся пламенный плащ верхом на крылатом коне. Вот облик огненного заимствованный строк псалтири. Ты творишь ангелов своими духами и служителей своих пламенем огненным. Ангелы существа огненные, огненные от языка, от древнего языка стихий, символ, по которой подчеркивает верхний мир. У нас здесь на земле тоже четыре стихии, у нас земная земля, земной воздух, земной огонь и так далее. Понятно, да? Вот внизу здесь дракон, вот это вот гибнущий Вавилон, а вот это обратите внимание, если вам видно, святой христовар с пёсьей головой. В житии сказано, что он происходит из рода киноцефалов, вот так изображали, потом в какое-то время запретили, но в старообрядческой традиции этот зооморфный образ, он сохранился. Вот ещё где-то вот видите книжку, книга-символ вечного Евангелия и благое вести. Всё, что увидите, у Николая Константиновича есть и книга, вот это символ благое вести. Но нам с вами интересна вот эта вот иконка. Следующая. Это троица новозаветная. Бог Саваов, Христос и вот там, вот этот голубь. Вот это очень редкое изображение почитания архангелов. Здесь как бы в начале христианства почитали ангелов, ну вот скажем в хопской традиции до сих пор, а в католической традиции благодаря откровению католического монаха 15 века Матея Португальского стали там почитать, а в 16 веке заимствовали и перешло на Русь. И в жития святых Дмитрия Ростовского вошли как бы некоторые. Но вот на этой картине четверо из архангелов, они названы в первой книге Енуха и Уриил, Рагуил, Сариил и Ерахмиил. Почитание ангелов отражено в церковном календаре праздником собор архистратига Михаила и прочих небесных сил беспотных 21 ноября и восьмое по юрианскому стилю. Но вот здесь что изображено сейчас я расскажу в большинстве случаев информация подчеркнута из неканонических книг апокрифов. вверху интересный ангел села июль со скрещенными на груди руками в одежде дьяхна с кодилов. В библии нет упоминания это апокриф третьей книги Ездры и было во вторую ночь пришел ко мне Салафиил вождь народа в переводе с еврейского означает молитва к Богу молитвенник Божий побуждающий к молитве вот архангел архангел егудеил он тоже не упоминается в библии имя означает по-еврейски хвала Божия руководство к написанию икон приписывает архангелу атрибуты корону и хлыст корону вознаграждает за полезные и благочестивые труды цветным людям а хлыстом наоборот побуждает в левом нижнем углу ведет юношу Рафаил ведет юношу Рафаил врач и у него дар исцеления внесет вот такую службу внизу интересно вот так вот надпись и вот это вы уже знали Михаил и этот Гавриил Михаил в воинских доспехах попирает ногами дьявола вот в ганонических книгах в Ветхом Завете архангелу Михаил во древней евреи кто как Бог назвал князь Михаил и там он несколько раз и уже в новом да а вот Гавриил все наверное уже знают свеча внутри святейника в левой руке закрытая книга книга боговестия согласно христианской традиции Гавриил открывает тайное знание Бога Ветхом Ветхом Завете поведение пророка Даниила но там много а в Новом Завете Тебе Марии благую весть о будущем рождении от нее спасителя а вот эта надпись говорит о строительстве каменного храма семьи архангелов камень символ утверждения веры на каком на славянском это старообрядческая икона довольно поздняя сейчас скажу это по-моему восемнадцатый начало конец восемнадцатого начало девятнадцатого века это просто и руководство есть по написанию иконы и вот расшифровывая профессионал я вам просто передаю ну и а дальше получается что у нас еще ну вот это богоматери ирина 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 еще еще два два еще два архангела и нам важно здесь просто принцип почитания архангелов ну дальше а она написана она ну предположительно по-мужье романа Бориса Глебс находится она уже я сказала приморский краеведческий музей имени Арсеньева попал в 1966 год во Владивостоке а до этого она была в частных собраниях но у нас теперь письменные памятники мы опять обращаемся к прием толковой в самую буквально самая первая страница где говорится а как же в этом мире огненном как ангелы общаются между собой ну вот ангелу по природе свойственно понимать смысл слов безмолвно и сноситься друг с другом только мысленно в параллель тексты из живой этики надземная Борус Вати знает что в надземном мире мысль есть слово мысль есть общение и творчество и продвижение ну надо сказать в живой этики надземная а в других источниках надмирная будем я еще вам один источник скажу но вот только перевели это на русский а по древнерусскому тут совсем другой смысл вот именно тот смысл который вот в надземном указан потому что смотрите ангел понимает смысл слов безмолвно а в древнерусском написано силу слова а сила слова это и действие и воля и со мысли и вот общение именно это вот общение творчество и продвижение именно действия могу что-то ну жалко что времени нет ну вот но если вспомним перед этим текст о том что мысля в поле она отлетает может достичь вот таких высших сфер то мысль существа огненной природы сама как бы огненно то есть должна иметь определенные качества что-то подлететь до высших сфер а дальше тоже интересно как относились вот к этим качествам мысли сами святые подвижники вот ключ какое-то пояснение апостол павел когда я молюсь на незнакомом языке то хотя дух мой молится но ум остается без плода что же делать стану молиться духом стану молиться и умом буду пить и духом и умом ну я уже сказала что различаются знания и познания знания от сердца познания от ума но здесь еще более высокое состояние дело в том что ум зачем нужен и просто не пойму надо понимать речь слово осознавать это необходимое условие а вот можно просто молиться духом кто может обычному человеку и умом и духом молиться духом это молиться в некотором состоянии то есть если я различаю аналитическое логическое мышление мозговое это одно мышление художественное образное это другое там вот это понимание может быть на грани осознаваемого неосознаваемого а есть еще проникновенное состояние просто безобразное вот об этом и речь а состояние это некоторая такая граница сознаваемого и неосознаваемого вот сердце говорится в этом отрывке речь идет о качестве мысли которые соответствуют этим трем как бы сферам плотное тонкое и огненное вот об этом речь пойдет сперва происходит сосредоточение земное умом речью потом тонкое затем огненное когда сердце вмещает и небесное и земное но тонкое возвышенное чувство сердца чувство знания вот а уже огненное нам трудно определить только как состояние ну к этому еще мы вернемся дальше итак смысл слов или сила слов это синтез такой слово смысл содержание слово со мысли сотворчество слово воли энергии и слово действия продвижения результата ну вот теперь следующий очень интересный памятник вот если проводить какие-то параллели философии то живую этику стоит сопоставить с неоплатонической традицией которая ведет от Пифагора Платона неоплатоников вот и и далее а в христианстве тоже были епископы неоплатоники и вот очень такое известное произведение как о рем политике по исторически где-то написан текст в пятом шестом веке по легенде написал ученик Павлов но поскольку неизвестно апостолу Павлу неизвестно говорят псевдо Дионисии но то что это приверживание с неоплатонической школы это просто видно по тексту у неоплатоников это осталось несколько трактатов они опубликованы на Русь проникают где-то в тринадцатом веке самые разные религиозные течения видят там свое очень любил про Топопа Ваку цитировать вот но и там есть такой трактат о небесной иерархии как раз речь идет о иерархии ангелов или света но все существо составляет божественный свет который согласно вот этой традиции и учению обманации не сходит дальше по лестнице и ангельские иерархии каждый на своем уровне принимает и передает ну вот тут интересно каким же каким же способом посмотрите три таких очищения просвещения совершенствования чтобы идти вот по линии восприятия учитель и ученик ученик должен очиститься от своего уровня от некоторых образов потом принять вот свет а потом идет а дальше шагнуть на следующую ступень совершенствования вот прочту текста и дальше поясню очищаемся то есть ученику нужно как я думаю стремиться стать несмешанным ни с чем неподобающим я объясню это термо и освободиться от всякой неподобности неподобности и низменности просвещающимся исполнится божественного света то есть принять божественную истину через возведение к состоянию созерцания созерцания совместной зрения стремясь обрести силу всечистых умных очах немножко комментарии русские слова созерцания смысл со мысли сознания происходит от символов прежде чем стали понятия они были символом и предлагают совместность действия ну и потом последние совершенствующие должны продолевать несовершенства становиться причастными более высокому совершенному знанию созерцаемых священных начал вот что же такое неподобающее вот это очень интересно дело в том что то что мы изучаем на земле воспринимаем в отношении иного мира это неподобное подобие мы смотрим сквозь тусклое стекло неподобных образов иначе мы воспринять не можем мы можем воспринять только через форму но любые формы нашего земного сознания это язык это образы все что угодно к чему мы привыкли но тут мир он совсем другой и вот в ариопагетиках развивается парадоксальная антология учения бытии первопричина она не познаваема но к ней можно приобщиться с помощью символов символических образов все наши образы как я уже сказала они неподобные но при этом ариопагет выстраивает градацию этих неподобий есть достойные неподобия это божественные имена божественные имена я вам некоторые перечислю сущий свет красота любовь тот же другой единый совершенный мир движение ум вера истина но и другое в современной лингвистике вам скажут что это универсалии универсальные понятия с помощью которых мы познаем мироустройство но познавая закон мироустройство мы тем самым и бога познаем дальше идут средние такие неподобия это свойства ангельских сущностей человек узнает через символы ну понятного этого мира но есть такие символы которые приближаются к божественным именам например солнце правды утренние звезда хотя и они далеки божественным а третье самое интересное это так называемое отдаленные неподобные подобия это зооморфные образы вот я вам христофора показывала собачья голова это зодиакальный круг вот этот звериный стиль кочевников и других от архаики нам достался вот такие вещи звери символы мало того это то что в моральном богословии называются грехи но грех для несовершенного а для совершенного это будет ангельское качество вот сейчас я прочту текст в качестве примера там гнев гнев это конечно негативные качества он лишает человека разума но в совершенном условиях ангельского мира гнев называется яростью ярость обнаруживает мужественную разумность не смягчаемую верность богообразным непревратным устоям разумных существ в этике в письмах и в другом там есть вот этот эпитет яро яростное относится к разумным существам имеет смысл именно вот этот в отношении к совершенному но вот эта позиция она как бы далеко идет каков несовершенный был мир надо постараться увидеть как можно перенаправить к совершенному у Аристотеля это называется родственные противоположности в живой этике это тоже учение о противоположностях есть противоположности как по классическому определению Аристотеля крайнее проявление единого свойства от ненависти до любви там много градаций но при этом центр не находится на линии поляризации он вне вот к этому еще бы обратился методология очень хорошая дальше пойдем ну вот как же какая же мысль бывает мысль плотная мысль тонкая и мысль огненная ну мысль понятно плотная телесная это все наши интеллектуальные мысли направлены на выживание в этом мире интеллекты так и называют решателем проблем интеллектуальная мысль продуцируется мозгом телесным органом отвечающим за мышление а вот мысль связанность с проявлением сердечной интуиции тонкая возвышенная направлена на творчество ну в высоком смысле это высокие образцы искусства науки человеческих отношений а вот высшая мысль мысль огненная дает понимание принципов жизнеустройства учит распознаванию сути вещей и и как говорит все творчество рериха это мысль об общем благе так ну вот что и что такое сила мысли приемы читали проще в мире огненном ныне сила небесная с нами невидимо служит новое понимание реальности пространства невидимого уже есть шаг в действительности мы не можем гордиться познанием пока не врастет сознание наш мир невидимый так будем охраняться от всего что повредит мысли нашей благи других откровение мысли огненной будет доступно невредящему умышлению а вот дальше сейчас посмотрю там есть или нет вот все-таки интересное раньше в древнем мире считалось что есть люди знающие это шаманы прорицатели жрецы и другие и вот вот а а в живой этике как раз говорится то что общение с мирами у всех происходит вот это вот интересно получается что обычно вот мне нравится такое сравнение мелодии гармонии человек когда слышит любую речь мы ее слышим как мелодию но любой физик скажет что там апертоны тертоны чистых звуков нет мы их просто не слышим но и здесь то же самое мы порождаем мысли и эти мысли вступают в резонанс со всей человеческой ноосферой исторической и то что было в прошлом то что как бы может быть с этими мирами если их понимать как ноосферу и опять эти мысли так сам развиваются приходят к нам и вступают с нами в диалог а что же делать потому что мысли могут как бы где-то там подхватить можно разное но как учили подвижники надо контролировать себя на уровне зарождения мысли полностью дальше да ну вот еще немножко я отвлекусь чтобы пояснить что такое мысль это плотин представитель неоплотонической традиции он мистик созерцации вот читаем очень простой текст люди со слабыми душами хотят еще и увидеть предмет глазами это желание несет их в деятельность чтобы они могли увидеть то что они способны увидеть умом вот поскольку сейчас мы люди очень творческие мы создали техносферу и нам становится понятен смысл этих слов мы свои мысли воплощаем в предметах вещах в делах в интернетах и так далее мы их объективируем потом нам что-то не понравится мы это берем переделываем и так далее с точки зрения космической мы очень медленные люди очень медленные мысли надо мысль воплотить объективировать вещь предмет как правило несовершенны и потом мы доводим не до совершенства вот так медленно думаем но это вот люди со слабыми душами это мы а сильные люди и у них достаточно все это сделать умом умозрительно если посмотрим на 20 век при нашем ускорении как раз все идет к тому что нам уже многое не надо воплощать в предмете оно уже есть теоретически визуализируется в компьютере эксперименты и так далее наши души постепенно становятся полисильными в этом смысле вот ну дальше пойдем так а вот это тоже очень интересный вопрос об иерархии иерархии общины два принципа организации коллективной мысли о которой там и дальше пойдет речь вот есть эта лестница и там разные существа разной степени разумности и совершенства то в живой этике вот братство говорится чем выше сфера тем больше проявлено начало иерархии то есть прямой передачи от учителя к ученику здесь замечу когда писала статья об арифагетингах я как бы дала свою Николаю филу который писал статью ну там свои были отношения и там такой принцип говорить про сознание ученика так вот есть возможность говорить про сознание учителя равняться на него и дальше больше перейти вот это когда на высших уровнях учитель ученик напрямую управление мыслей становится осуществимо когда телесные плотные преграды сбрасываются то есть вот именно мысли умок теоретической мысли а что же делать если не высшие ступени а более низшие вот а более низшие ступени это община а если нет не достигнуты принципы такого коллективного сотрудничества то это любая коллективная мыс в коллективной форме собственно говоря сегодня при всех наших что что происходит сегодня мы становимся планетарными демиоргами мы создали коммуникации которые охватили всю планету мы создали еще одну сферу тех которые мы сегодня называем техносферой но в нашем творчестве при всем ускорении и глобализации существует огромная опасность это глобальные риски и хочешь не хочешь нам приходится объединяться чтобы решать наши мировые проблемы чтобы объединиться опять возникает различные формы вот этого коллективного мышления либо ученые но в конце концов станет проблема и вообще общепланетарного мышления это вот такой вот вектор если говорить об отдаленных неподобных подобиях сейчас грозит интернет нам роботизации но в этой роботизации по методике орел пакетик и живой этики надо усмотреть как бы в негативе и преобразовать его в позитив по какой линии идти ну а и дальше тут несколько примеров просто я выписала это писалось 26 или какой-то вот посмотрите насколько они актуальны применимы к нашей жизни и так отмечается вот речь идет о коллективном мышлении отмечает что некоторые люди как бы несут успех за собой обычно эти люди имеют ассимилированное сознание они делаются представителями коллектива вовлекая впоследствии силу напряженную многими соучастниками которые в данный момент иногда даже не подозревают расходы энергии вовсе не требуется чтобы весь коллектив знал друг друга через узлы передачи ггновенно передается волна энергии поэтому наличность международного коллектива очень нужна для действий и поэтому международная волна нужна чтобы разнообразие динамики ибо разнообразие динамики дает больше напряжения сегодня психологи пишут что в этих международных коллективах должны они должны быть международной разности чтобы давать вот эту динамику Потом посмотрите, в отношении науки есть такие понятия, как дисциплинарность, междисциплинарность и даже трансдисциплинарность. Ну, ученые, советы скажут, если не будет дисциплинарности, то и наука вообще вся развалится. Не будет специалистов именно в этой области. Обычно междисциплинарные коллективы образуются, когда есть проблема. И надо реже привлечь разных специалистов. Но при этом обязательно должен находиться вот этот с ассимилированным сознанием, который может это собрать и организовать. И причем, как правило, вот это действие с психологической точки зрения, оно может быть скрыто. Вы даже не подозреваете, что мы все вместе, единое целое, и работает как коллектив. Ну, вот тут тоже. Ну, тут еще такие, вот еще там важно, наверное, к сожалению, тут не все вошло. Мне хочется, вот что еще запомнить. Вот что еще хочу сказать. Ну, а как нам здесь распознать, откуда приходят эти... Ну, вот еще я прочитаю надземным. Как вообще узнать, с кем ты сотрудничаешь? Рационалист или созерцатель, если мы все сотрудничаем. Ну, Руслати знает, что каждый приходящий житель Земли приводит со мной многих жителей тонкого мира. Это не одержание, но лишь созвучие ауру. Конечно, жители тонкого мира и без того толпятся вокруг нас, и вот здесь присутствуют. Ну, каждый, ну, мы их не знаем. Ну, каждое при вхождении привлекает свою свиту. Нежелательно, чтобы эти новые гости начали ссориться с обычными жителями, но особенно благодатно, когда все сливается в один согласный хор. Ну, конечно, мы распознаем интуитивно, как правило, когда встречаешь человека, либо он тебе симпатичен, либо не симпатичен. Через какое-то время привыкаем и как бы все достигаем вот этой... Можно достичь этой гармонизации. Ну, а как все-таки различить? Вот так, йога 4-7 год. Можно различать степени психической энергии. Ну, вот я только напомню, в живой этике там психическая энергия, термин. А вообще-то в старину говорили огненная энергия или мысль. Она огненной природы, но с различными градациями. И поселена, не поселена по качеству. Ну, вот затем идет длинный ряд частических проявлений психической энергии, то есть мысли без духовного синтеза. Кто-то видит или слышит, но без слияния с учением. Конечно, самый нужный вид психической энергии. Для эволюции есть качество медиаторов, но это высшие пророки. Обладая чувствительностью, они всегда сохраняют синтез с учением. О чем идет речь? Информации много. Вовлечены мы в это коллективное мышление. Вот, но здесь вот такие два важных качества. Конечно, мы распознаем социально, по проявлению, по действию. Плохо, если я хорошо сделаю, тогда мы это распознаем. Это первое важное. А второе важное в отношении синтеза, философии Рерихов, этот критерий культуры, как синтез, мышления. Ну, по-хорошему, если, конечно, вдуматься, этот вопрос надо обсуждать. В принципе, эта способность синтетическая из нее рождается, она от природы. Она здесь проявляется. Не все как бы так просто. Ну, и еще там приводится пример японских монастырей дзен, когда среди коллективной сознательной дисциплины нужно обратить внимание на японские монастыри дзен. Там редко где сохраняется без принуждения иерархия и сотрудничество. И, конечно, надо понимать дисциплину как организованное, свободное сотрудничество. Ну, а теперь наше время. Община, 121-е. Новое сознание, поддержанное техникой, это мы, даст мощное устремление к знанию. Именно община должна быть самым чутким аппаратом эволюционности. Именно в сознательной общине никто не может утверждать о сложившемся мироизученности. Ну, понятно, друг друга дополняют, критикуют, либо свободный полет мысли. Сегодня коллективный разум – это глобальные команды, сети, краудсорсинг, вот и много что другое. Ну, и я честно за час заканчиваю. Сегодня в печати, в философской литературе, появляется такой термин, как ответственность за интуицию. Потому что не успеют изобретить, уже внедряют, а последствия не могут просмотреть. И вот ставится вопрос о ответственности ученых за интуицию. Раньше в древнерусской традиции, в русской говорили, в монашеской среде ответственность за помыслы, за зарождение мысли, до того, как она в голову придет, не доводя до действия. Ну вот, два последних. Скажите, ну, надо осознать ответственность за мысли. Прежде отвечали за действия, потом поняли значение слова, теперь пора знать, пожар мысли. Немножко истории. В древнем русском языке сначала были глаголы, потом существительные. И вообще древний мир понимал действия, особенно символическое действие, прежде чем слово. Маленький ребенок, скажем, не трожь чайник горячий. А трогать надо. Вот у детей-то осталось. А потом поймешь слово. Но если брать трансформацию древнерусского языка в современный русский, то примерно 14 век это еще вечные символы, с 15 века слова-символы, а к 17 веку, и уже 18 закрепляются, логические строй мышления, аналитические. До этого только вот определенной веки не было. Такой своеобразия трансформации предметно-чувственного языка в понятийный логический. Поэтому прежде отвечали за действия, поняли значение слова, посмотрите, а сейчас вам за мысли. Сейчас современное мышление, символизация идеи уже. Не предметы, не вещи, а идеи. Ну и вот люди отбросили этику духа, заключили себя в духовную неподвижность. Кто не хочет самоувершенствования, тот не будет мыслить в планетном масштабе. Буквально актуально для нас сейчас. Спасибо за внимание. Вы точно получились сейчас. Коллеги, у нас есть вопросы. Древняя русская традиция имеется. Что вы имеете в виду? Края христианская или языческая вы тоже включаете? Нет, смотрите. Вот, чтобы я не включала, что говорят историки. Но вот по одной такой версии древнерусская начинается с принятием христианства. Вот, и вплоть до 17 века. Там эпоха московского барокко, просвещения. Уже где-то с Алексеем Михайловичем Русь избирает интеллектуальные выборы в Европу. И ориентируется, здравствуйте, на европейское научное знание. По другой градации для Древней Русь 14 век, с 15 века, с Реей, Средней Русь. Ну, а потом Алексей Михайлович, эпоха просвещения и уже Петр, понятно, мы взяли ориентацию на интеллектуальное развитие. Итак, то есть Древняя Русь, это все-таки не языческая. Да, но если брать вообще территорию нашего огромного отечества, конечно, новая вера, она наложилась на старую. И по языку, и по менталитету, и по многому другому, и по этому смешению. Даже смотрите, все, что я вам говорила о письменных источниках, ну, вот буквально рисовали в храмах, на иконах и так далее, изображали. Ну, к этому вопросу тогда. А от языческого периода остались какие-то следы вот в плане того, о чем вы говорили. А я вам читала слово о полку Игоря, про бояр. Это не языческое. Да там словей старого времени, вот прорицатель, сказитель, мысленное древо, и вот эти все символы, они буквально взяты с языческих времен. А язычество – это три мира. А три мира, они изображались в верхнем боге в виде оленей, ну, и многое другое, звериный стиль язык был. Если посмотрим книжку «Язычество» Рыбакова, ну, скажем, о других. Да, скажи, еще вопросы, коллеги. Пожалуйста. Пожалуйста. Во-первых, спасибо, что это очень интересно, очень радостно, и держит это. Рядей, у меня один такой конкретный вопрос, один, вот, тоже конкретный, но может быть более широкий. Конкретный вопрос, если уже такие термины, как «правь на феянку». Вот они используют для описания этих трех миров или нет? То есть, или это, или из другой сферы? Ну, это мне надо подумать, потому что это же, как бы, не христианская терминология. Ну, вот я понял. Да, христианская нельзя сказать «три мира» никак. Там дуальная картина. А, дуальная? Да, я уже сказала. Там вот это просто, этот мир в промежуточном говорят, и говорят, обители много, но не поясняют. Ну, по факту или по оценке, конечно, там три. Вот, и второе вопрос, что Вы сказали, да? А, собственно говоря, историю русской философии. Ну, тогда, ну, я просто тоже разрушал, кто, кого можно назвать первым русским философомом? Ну, на мой взгляд, это Григорий Сковорода. Прям тот человек, который можно назвать философом. На Ваш взгляд, вот, ну, можно ли назвать такую фигуру? Или вот, исток русской философии, то есть? Можно, но я хочу сказать, речь шла не о философу, как о формировании философского языка. Не было бы формирования философского языка, не было бы сковорода. А, ну, без философии? Да, ну, ну, получается, да. Мы говорим, древнерусская философия, даже есть такой термин, говорят, религиозная философия, она вырастала вот в этих недрах. Среди крестьянских богословов были приверженцы Аристотеля. Уже 1073 год, и сборник первой такой энциклопедической здания, там есть небольшие отрывки логические. Потом была диалектика Иоанна Дамаскина, тоже логические трактаты, которые там огромные, какой-то списки и многое что. Ну, и, конечно, были представители не Платоники, здесь такие Бербери-Марио-Пакетики и другие вещи. А Балия Толкова, это вообще уникальный памятник, потому что некоторые вещи непонятно откуда они взяли. Есть вот Василий Великий, Григорий Миски, а некоторые отрывки, вот эта мысль отлетает, только реминесценции с древними, а вот непосредственно по тексту проследить пока нет и возможностей. А раз еще. Ну, хорошо. Сейчас, может, я не возникну. Значит, сейчас мы переходим к дискуссии. Вот. Я хотел бы тоже несколько слов так. Дезаправки. Да. Дезатравки. Дезатравки. Ну, вот видите, доклад посвящен природной мысли. И это вообще, наверное, одна из центральных положений живого ветика. А мыслей в книге живого ветика говорится очень много. Я даже не знаю, какая категория еще более, так сказать, но, что ли, часто встречается, может быть, психическая энергия. Очень важно, конечно, усвоить то, что желаете говорить о том, что мысль не субстанция. И чужие есть субстанция. Вот в обыденном сознании, ну так в обыденном, и в научном сознании мы, в общем, совершенно не понимаем, что такое мысль. Вот что-то такое непонятное, идеальное. Ну, хорошо, когда мысль обращена в слово, а в слово, скажем, там, в звук или в текст, ну, понятно, там, скажем, звук, либо не голос, ну, а мысль-то в основе мысль, а вот что она в субстанции, непонятно. В этом смысле, конечно, очень важно представлять себя сюда. Мысль-то и есть субстанция, это есть субстанция определенной материи, в данном случае, ментальной материи. Также, как, скажем, чувство есть, оно возникает тоже не субстанция астральной материи, а мысль-субстанция ментальной материи. И вот из этих представлений, значит, о материальности мысли, мне кажется, они очень важны. Из-за этого вытекает, между прочим, и представление, значит, скажем, вот объективность мира платоновских идей, вообще объективность математики. У нас был такой, как бы, но мы дали, как объективно или нет. Ну, значит, мы представляем себе, что мысль, она, так сказать, создается от определенной формы, значит, вот ментальной материи, ну, понятно, тогда, значит, и она объективно существует, объективно. Платоновские идеи, идеи математики, они, да, они объективно существуют, они не просто отражают материал, они объективно существуют вот в тех слоях, где располагается, вот, это мочилие. Ну, ну, очень важно тоже, мне кажется, понять, что, я об этом говорил, что мыслью есть определенная сущность, определенная сущность, то есть, я желаю тебе, что это живая сущность, она рождается и существует, распространяется в прострацию со скоростью, намного выше скорости света, недаром, в древности, говорить, что самое, как стоит мысль. И она неуничтожима, уничтожить мысль нельзя, если, скажем, какая-то злая мысль, ее можно только трансформировать, а трансформировать, может, только тот, кто ее создал. Вот отсюда и ответственность мысль, как говорится. Сейчас очень большие успехи вот в области нейрофизиологии. Очень много наши действительно узнали, как устроен мозг, как он работает. И нейрофизиологи думают, что мысль рождается в мозге. Они говорят, что и мозг, и мозг, и мозг. Вот. И на этом, скажем, мы пытаемся построить искусственные идеи. Но мы-то знаем, что мысль, на самом деле, она рождается в ментальном мире, а мозг и только, конечно, весь ментальный мир, значит, образуется мысль, это ментальное существо. Она попадает в мозг, мысль ее преобразовать в те формы, которые позволяют воспринять, воспринять. Тут очень-очень интересный вопрос о том, что к смыслу. Это уже совсем неправильно. С точки зрения семиотики есть некоторое пояснение. Там есть в английском sense и meaning. Смысл вот как ядро, а meaning – это значение, которое вы воспринимаете по своей, своей культуре, свои значения передаете. Или даже скажу вот такой, берутрандрасл, что такое смысл? То, что остается при переводе с одного языка на другой. А сам язык в другой, он обогащает вот этими дополнительными значениями. Есть какое-то ядро, а есть дополнительные значения. Березович, можете представить, что он скажет, хорошо, мы что-то, так сказать, определенные, то есть обребаемые, натальной материи и так далее. А мы ее трансформируем в свои формы. Можно еще-таки понятия, так сказать, поддержать. Ну, понятно, то есть, скажем, ну, можем, ну, любой предмет, мы его обозначаем чем-то, это мысль, да. Ну, хорошо, вот стол, там, тоска, ну, пожалуйста, понятно. А вот более тонкие вещи, определительные, там, глаголы, дополнения. Вот откуда все это берется? Тут очень много еще надо говорить о вещах, разбираться. Я хотел бы еще принять внимание в одно, что вот, ну, вот Декарт говорит, я мыслил, значит, я существую. То есть, можно понять, что если не мыслишь, то не существую. А как действительно можно себе представить, мы тоже, что мы существуем, то есть, если мы осознаем, что мы существуем, если мы не осознаем, когда мы не существуем. Вот. И, ну, я, значит, когда над этим думал, у меня вот такая, родился, как бы, образ. Кто я, кто мыслит в голове моей? Без мысли я не существую. Она во мне. Или я в ней? Ответ точно не рискую. Ну, ладно, я сейчас не рискую, действительно, но я думаю, что мы к этому вернемся. Следующее, значит, семейство, надеюсь, будет. Я в тот раз говорил, я сейчас договорился с подбой, доклад по новой, вот, о природесознании, господинской интеллекте. Я думаю, мы постараемся вернуться вот к этим всем проблемам. Вот. И, кстати, хочу сказать, что в первом номере Тельфиса, если кто еще не видел, там интересная статья о Блеево, вот, тоже на тему связанная, значит, вот с природой мысли и так далее, искусством, там, интервентом. Так что, если кто-то интересуется, можно будет это почитать. Ну, еще мне хотелось бы, значит, сказать, что я ничего не буду больше говорить о природе мысли, а вот я хочу вот о чем сказать. Значит, Ирина Алексеевна в 19-м первый раз выступает, и вот направление очень интересное, связанное, действительно, с параллелями между древнерусской философией и живой этикой. Это очень неожиданно. Действительно, в самом начале было сказано, вот, да, мы все знаем, что вот есть параллелями с худейской философией, ну, там, с индейской, там, с ридадой, с панишадами, а интервентом, все же, оказывается, есть такие глупые параллелями с древнерусской философией. Вот это очень неожиданно, очень интересно. Вообще, надо сказать, что мы совершенно не знаем нашу историю, потому что это удивительно. Насколько мы ее не знаем, и вот у нас такое впечатление, что там действительно была какая-то дикость, потом несколько, значит, веков, значит, про Киев, Золотой Орды, потом, значит, Петр, который был в Европу, общились, так сказать, и так далее. А на самом деле, вот видите, какие глубокие, которые нашли, эти мышцы, и, значит, ну, они зафиксировали, в памятниках, и все. Вы знаете, я вот одновременно получал, сейчас перестану получать, значит, сообщение, вот, какая весь мега политики, может, кто-то слышал об этом, это школа здравого смысла в реклубе товарища военного института иностранных пилюков Красной Парли. Очень интересно, там люди, и вот там много интересных вещей, в частности, вот, как мы будем переставлять по русской истории. Оказывается, например, что Россия мела отношение, как ты сказал, ну, мы, скажем, крестовые походы, мы думали, что это где-то только там, на западе, оказывается, нет, и теперь заправили и Россию, и Москву, или, скажем, тумплиеров, потому что где-то там, оказывается, история тумплиеров, это связано с историей России, поэтому вот это направление, оно очень интересно, и мне хочется пожелать Ирина Алексеевна как-то успешное дело развивать дальше. Спасибо. Вот. Хорошо. Я думаю, что уже, пока я говорил, то, значит, созрение для некоторых... Пожалуйста. Ирина Алексеевна. Ирина Алексеевна. Значит, я хочу тоже попросить Алексеевна по всеглазу глубокие и очень интересные вот эти изыскания. И преды, чем прокомментировать там какие-то детали вашего доклада, это вот реплика на то, что сейчас Леонид Миронович говорил, это мы с вами историю знаем плохо. Я думаю, что религи знали ее значительно лучше. Ну, понятно. Вот. Это во-первых. Во-вторых, живая этика – это же синтез всей мировой мудрости. Это и, значит, и то, что в русских истоках, они же не только... Я думаю, что они и православие, и вообще христианство знали лучше многие здесь присутствуют. И истоки эти, они, конечно, учитывали. Но кроме того, поскольку уже говорили о живой речке, там синтезировано и ислам, и буддизм, и, так сказать, многие другие вот эти религиозные мудрости. Вот. А по поводу доклада, значит, ну, во-первых, есть еще одна интерпретация. Значит, вот если Миронович отойдет, вот так, то, значит, круто там с тремя этими связями. А давайте, а это можно первую поставить? Значит, я хочу еще одну, напомнить. Вы есть интерпретация. Вот, вот, вот. Значит, это синтез искусства, науки и религии. Значит, или если это как способ познания. А что они познают? То есть, красота, истина, ну, и добро. Это, так сказать, некие нравственные уступы. То есть, вот это еще одна интерпретация вот этого могучего символа. Ну, значит, еще я хотел больше сказать, что опять, значит, тут продолжаю то, о чем говорил Лев Миронович. Существует сейчас понятие о квантовой космологии, о квантовом мире. Значит, здесь вот, к сожалению, ушедший, значит, Михаил Миронович Минский об этом в основном его говорили. Но кроме него есть и другие исследователи. Значит, в чем смысл? Квантовая система предполагается, что это некая единая сущность. То есть, вот если мы говорим о квантовом мире, о квантовой космологии, то весь мир представляет из себя вся наша изученная часть Вселенной. Это некие единые квантовые объекты, описываемые единые волновые функции. А какая отсюда мораль? Мораль такая, что все, что мы с вами делаем здесь, и в частности, и мы с ним, значит, сразу овупаются в других концах нашего этого мира. То есть квантовая система, она тесно взаимосвязана, как все ее точки, от сих до сих. Есть, в частности, вот сейчас теория Игоря Васильевича Баурова, который говорит о том, что, в принципе, неопределенностью он работает не только на микроскопическом уровне, на уровне федерментальных частиц, но один из масштабов вот этой неопределенности – 10-28 сантиметра – это размер нашей изученной части Вселенной. То есть все, что мы с вами делаем, вот этот вопрос об ответственности, помыслили, сказали, подействовали, так сказать, все овупается где-то в высших мирах. Это вот стыкуется с тем, о чем все время говорится в живой этике. Все, что мы делаем, значит, все это так или иначе сказывается на эволюции мира, на его красоте и безобразии, так сказать. Само понятие космос – это значение, которое, значит, двоякое. Это порядок, как противовес хаосу. А с другой стороны, космос – это второе значение, это красота. Это вот косметика, значит, поэтому, то есть вот красота и порядок – это вот связано с космическим мышлением. И здесь, наверное, уместно вспомнить Людмилу Васильевну Шапошникову, поскольку мы находимся в этом помещении, который говорил об эволюции мышления, значит, мифологическое, религиозное, научное и неизбежная стадия космической мышления, то есть осознание того, что все мы с вами частицы вот этого огромного, могучего космического мира. И вот осознание этого, я думаю, если оно проникнет, так сказать, в умы и сердца человечества, то жизнь на Земле будет совсем другой. То есть вот без этого есть опасность, что, так сказать, человечеству грозит, в общем, ну, неминуемой гибель, будем говорить, вещи своими. То есть вот то, чем мы с вами занимаемся, надо как можно более широко пропагандировать, продвигать каждый на своем месте. И здесь я еще вспомню одного философа уже советского времена Александра Константиновича Горского, последователей, так сказать, вот Федорова и русских космистов, которые сказали, что недостаточно единомыслия и единочувствия, необходимое единодействие. То есть вот к чему, так сказать, я вас призываю. Спасибо. Вот, если мы посмотрим на проблему мысли с политикой, то есть мы видим, что, ну, соответственно, раньше, в годной эпохе модерны, чем занимались все политики? Они занимались войнами друг с другом за завывание пространства, территории. Потом, с эпохами наступления эпохи модерны, модерны поняли, что все зависит не только, собственно говоря, от того, кто сильнее, у кого больше территории, но и от развития экономики, от того, что мы производим, какого качества мы производим. И, в принципе, да, вся эпоха модерна – это такого рода соревнования за определенную эффективность экономики. И, конечно же, войны никуда не делись. Да, ну, иметь успешную армию означало одновременно иметь успешную и развитую экономику, которая бы обеспечила существование этой армии. Так вот, сейчас мы видим, что уже политики, независимо от того, в каких они мотивациях распределуют, а политики, на самом деле, к сожалению, существуют, скажем так, очень редко пускают мотивацию общего блага, но, тем не менее, понимание того, что основная битва идет и для эффективности военной сферы экономики, да, должна вести за умы людей, то есть за мысль, да, она сейчас присутствует, и мы видим, как, собственно говоря, на всем пространстве информационном этого и нам происходит. И мы, как бы, должны в этом смысле понять собственную ответственность. То есть те люди, которые заинтересованы не только в развитии мыслей, но только в развитии науки, в развитии философии, искусств, но они заинтересованы просто в собственной власти, да, в сохранении собственного капитала, грудь, чем, они-то прекрасно понимают, что именно когнитивные технологии и позволят им это, собственно говоря, сделать, да, и вот эти войны когнитивные, информационные войны, это, наверное, основной тренд сообщества, говорят, современной конкуренции между обществом, да. Если мы это не понимаем, если мы не умеем сохранить собственную мысль, российскую мысль, собственную философскую мысль, собственную новому. Мы не понимаем как это развивать. Еще Геннадский писал про ноосферу, что именно ноосфера будет основой будущего развития, что именно ноосфера, на самом деле, обеспечивает экономическое, социальное развитие и так далее. То есть даже с точки зрения технологических вкладов, вы слышали научно-техническую революцию, которая принимает смену одного вклада. Сейчас обычно говорят по шестой вклад, то есть данная технология, биотехнология, информационная технология. Но некоторые ученые говорят уже про шестой вклад, который не совсем технологический в таком смысле слова, который включает в себя компетентивные технологии, психотехнологии и духовные технологии, который ориентирован уже не на производство технологий, которые, собственно, обеспечивают производство вещей, а технологий, которые обеспечивают развитие человека, развитие мышления и как бы продуцируется мысль. Это и образовательные технологии, естественно. И, на мой взгляд, именно та сторона, которая смеет вот именно эти технологии, скажем так, развить, а у нас преимущество в том, что на русском языке это на живая этика, в которой есть те знания, в которой мы можем эти технологии развивать. В этом смысле мы уже имеем некоторые богатства, имеем некоторые преимущества, если мы можем опереться на это, то, мне кажется, это и есть залог развития России в нашем мире. Только вы, конечно, сделаете это не так просто, но такой залог, как платформа, уже есть. Если мы с него осознаем эту ответственность и примем на себя какую-то посиловую долгую от этого дела, то я думаю, что субъект, как говорится, удивлялся на таком позитиве. Побывайте отсюда. Дело в том, что самый неисученный объект во Вселенной или субъект – это человек. Значит, вот то, о чем говорил Андрей Миронов, существует там ментальное пространство, там, значит, астральное пространство. Ну, будем считать, что это существует, да, значит, поскольку он есть единомышленник в этом плане. Значит, у человека, по некоторым сведениям, по некоторым обозрениям, существует так называемая биоинформационная система, которая реагирует на то, что происходит, так сказать, вокруг. То есть существует некая энергоинформационная матрица, окружение наше, которое мы воспринимаем, человеческий организм, не осознавая, как мы это делаем. И вот то, к чему призывает, так сказать, воздействовать на человека, на определенные его центры, это вообще, говоря, игра достаточно опасности. Вот. То есть мы не знаем, как вообще мы, так сказать, воспринимаем мир. И если мы, вот это, так сказать, будем воздействовать на какие-то центры, игнорируя другие, мы можем из человека сделать, ну, какое-нибудь родоподобное существо, если мы игнорируем вот это его связь с некими тонкими, так сказать, материями, тонкими полями. Потому что все, что предлагается сейчас, это именно задействовать вот наиболее материальные его субстанции. Знаете, мне кажется, здесь нет недоразумения, но вы меня поправите, если не так. По-моему, вы не совсем правильно поняли. Я же, значит, прошу прощения, я не вот этого молодого человека, значит, я, простите, не знаю, я просто знаю общие тенденции, которые сейчас существуют в мире, я, а им не считаю, опасно. Значит, есть два момента, действительно сейчас, и об этом, простите, напомните, Иван. Иван, 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 Институт философии. Да, я, значит, Иван, действительно, говорил о воздействии, то есть сейчас идет манипулирование сознанием. Вот, это вот уже... И вот сознание. Да, это очень, действительно, это очень опасная вещь, действительно. Это вот то, чем занимается мировая закулиса, и мы действительно видим плоды вот этого манипулирования, которое идет, ну, просто сказать, и на всех уровнях, и в средствах массовой информации, в интернете, и все. Но то, чем кончил Иван, это совершенно другое. Он говорил мне о манипулированной сознании. И то, чем он призывал, он призывал к изучению живой этики, и к внедрению идей живой этики в общественное сознание, не путем манипулирования, а путем изучения, путем просвещения и так далее. В этом не только нет ничего опасного, это будет все, что нам необходимо. Вот, мне бы захотелось такую поправку. Ну да, я просто поясню, то есть я как раз говорю о том, что это воздействие идет, и мы должны принять эту угрозу. Потому что если мы будем просто пассивно воспринимать, мы все окажемся под этим воздействием. Потому что эти технологии, действительно, настолько проработанные и настолько эффективно могут воздействовать на наше подсознание, что мы можем этого даже и замечать. Если мы сознательно этому не противостоим, то мы автоматически попадаем от этого внутри. А когда я говорю о технологиях в позитивном смысле, то, ну, например, молитва – это тоже психо-духовная архнология. Да, но она не может вести собой никакой угрозы. Есть друг и другие религиозные духовные традиции, психо-духовные технологии. В современной психологии есть и маникулитивные практики, но есть и очень экологичные практики технологии, которые позволяют человеку привести в гормонию, привести ему на сна, ну и так далее, и так далее. Я не буду в подробности уходить. То есть тут как раз речь о том, что мы просто должны понимать те угрозы, которые, наоборот, вокруг нас есть. Вообще, у меня такой, может быть, я не знаю, что-то я не понимаю совсем, у меня все время, когда мысли приходят, а что так до голоса безмолвия? Это из какой сферы? Из этой сферы. Потому что мы все о мысли, о мысли, о мысли, а в общем-то иногда хочется эти мысли остановить. Я боюсь и духом, вот я когда просто духом, там не будет слов никакого. А безмолвие, там картины есть, тишина, философ, тишина. Только безмолвие, когда остановишь мысли, можно ловить. Вы знаете, весь вопрос в том, что вот эта лекция и тема, мы живем сейчас в очень сложном мире, это только начало, потому что тут тема искусства, мышления, безмолвие, там просто много всего. Я думаю, что мы продолжим еще на эту тему говорить. А в следующем, да? Ну еще. В безмолвии как раз и воспринимается голос интуиции. Если вы не остановите вот этот поток, просто не услышите. К сожалению, была перед этим выставка, там была картина знамения. И помните, в высокой горе стоит человек, она глубоко символична. Во-первых, это горы. Внизу горы, вообще вершина, это и место, и вершина, как человеческого духа, двойной смысл имеет. И там вроде как символическая такая гора, и вот смотришь, как он стоит. Простота, открытость, безмолвие тоже, тишина, философ есть. Это все огненные качества, когда мы можем уловить вот эти высшие смыслы. Я не говорю про это, потому что это уже другая будет тема, другой рассказ. У меня, наверное, еще другая тема, видимо, это тоже не состыковка сознания и мыслей. Безмолвие, как я понимаю, это освобождение суетливых мыслей. Нас все время посещают суетливые мысли. Вот они-то надо мешать. И вот если мы сумеем освободиться от этих суетливых мыслей, вот тогда и наступает вот то самое безмолвие, и может открыться канал из приятия, скажем, божественных. Да. Но только вот смотрите, хитро. Почему древнерусская традиция, вот как раз там надо обратить внимание не наука, а научение о человеке. В древнерусской традиции безмолвие, без страсти. Но не без страсти, не лишенность чувств, а вот, а наоборот, и вот это состояние равновесия. Просто на другом языке сказано то же самое. Это оно и есть. Да, без страсти. Но там много градаций. Вот в без страсти можно освободиться от мыслей. Попробуйте пройти несколько метров без мыслей. Можете, это очень просто. Надо сосредоточиться на чем-то зрительно, пройдете. Через какое-то время вы поймете, что вы начинаете осознавать звуки, запахи. Вот это все чувственное. Потому что ваши мысли, вот это интеллектуально, она заглушила это. Следующая ступень. Освободитесь от этого. Можно и так поступить. И так далее. Спасибо. Хорошо, коллеги еще, желающие лекарства, нет? Тогда, Ирина Михайловна, вам уже пришли к слову. Я хочу сказать, поблагодарить всех за обсуждение. Мы живем в очень сложном мире. Здесь много противоречий. Мы развиваемся с ускорением. Так что нам трудно посмотреть, что это будущее. И я думаю, что мы продолжим изучение самого главного человека. И в ее мысли сознания с разных точек зрения. С квантовой, с древнерусской, с точки зрения живой этики. Тем более, что это синтез, учение синтеза, которое все вмещаешь. Но к этому надо, конечно, аккуратно относиться. Потому что стиль там высокий. Может быть, не всем понятен. Вот надо просто брать какие-то темы, расшифровывать, опираясь на всю культуру. Спасибо.